Проблема Изавелия Проблема Изавелия И нам пастор церкви сказал так Он говорит, понимаете, братья Мне понравился его ответ, конечно Говорит, понимаете, братья Говорит, если кораблик маленький То ты, говоришь, завернул руля И почти на месте развернулся А когда, говорит, лайнер большой То пока его развернуть Очень трудно разворачивать Проблема, друзья, в том Что некоторые капитаны Которые стоят у штурвалов Этих лайнеров Разворачивать его что? Не хотят Не хотят его разворачивать Он идет тем курсом, который он себе выбрал Этот лайнер И в этом проблема И здесь Писание говорит Служителям всем Он говорит Смотри на феотирскую церковь Не допускай Чтобы в феотирской церкви Не попускай Чтобы в феотирской церкви Появилась Изавелия Окей? Мы на этом не останавливаемся Двигаемся дальше, друзья Я дал ей время покаяться В любодеянии ее Но она не покаялась Друзья Есть В церкви Есть то Что называется Духовная инерция Духовная инерция Вы понимаете О чем я говорю или нет? Смотрите Я думаю Что Америка Сейчас движется По духовной инерции Но я веду к тому, друзья Что Америка Всегда от самого начала Была очень благословенной страной Ее как-то так Все получалось В этой Америке Понимаете? Она самая молодая страна Но очень быстро Она вырвалась Сверхдержавой Она стала страной Которая диктует Сегодня свою волю И так дальше И я считаю, друзья Что причина того Что Америка Такая успешная Это то Что ее основание Этой страны Было положено На библейских принципах И сейчас мы реально видим Как Америка От библейских принципов Что делает? Отступает Но все же Благословение Она еще что? Совсем не потеряла Она движется По духовной инерции Да? Я специально привел вам Этот пример Чтобы вы поняли Что сегодня С церквями Точно так же Есть нормальная церковь Здоровая Она росла Она развивалась Она стояла в истине Потом там появилась Елизавель И церковь начинает Разлагаться изнутри Но вы этого всего Что? Не увидите В большинстве случаев Друзья Вы этого не увидите В большинстве случаев Это проявляется На уровне пророчеств Вот посмотрите На уровне пророчеств Практически Ни в одной церкви Нету Таких положительных Пророчеств Сейчас Вы замечаете Это или нет? В основном Дух Святой Обличает свой народ Обличает свой народ Обличает Почему? Потому что Хотя еще какая-то Инерция Сохраняется в церкви Но уже отступление Оно Начинает себя проявлять Согласны со мной? Друзья Я говорю сегодня О доме горшачника Я верю Что мы можем Повлить Нас вообще Ну как Нас интересуют Другие церкви Это наши братья И так дальше Но мы не имеем Влияния Ни на Вифанию Ни на Тринити Чорс Ни на любую Другую церковь Это не наше дело Наше дело Это устроять дом В котором мы с вами Живем И нам надо смотреть И понимать Друзья Что небольшое Отступление Потому что Ангел церкви Тогда смотрел На Язавель И думал Это надо быть дел Ну ничего страшного Юра Да? Ну ничего страшного Ну пускай Чуток там попляшут Ну пускай Молодежь притащит Барабаны Ну пускай Это мелочь такая Знаете Ну переживем И переживем Друзья И переживем Но рано или поздно Друзья Эта духовная инерция Закончится Потому что Бог говорит следующее Он говорит Я дал ей время Что сделать? Покаяться То есть В любой церкви Если она не изменит Что-то Если она не покается Если она не начнет Плакать Пред Богом Молиться Просить Предпринимать Какие-то шаги Для исправления В этой церкви Друзья Начнутся проблемы Бог Начнет эту церковь Что делает? Судить Мы сейчас поговорим С вами Друзья Как Бог Будет судить Феотирскую церковь И в частности Не церковь Он будет судить А Писание говорит Что Бог Будет судить И Язавель И не только Язавель Но еще кого? Те Которые С Язавелью имеют Шуры-муры Извините За них Красивое слово С кафедры Да Вот тех Бог будет судить Но я хочу Друзья Обратиться Именно к этой истине Во-первых А это универсальная истина Бог всем И всегда Дает время Что Покается То есть Человек грешит Вы видели людей Которые грешат? Видели или нет? Возникало ли у вас Желание Цукнуть Этого человека По По шее Возникало? У меня возникало Особенно Если это человек Верующий Который знает Бога Но он В упорстве Своем грешит И у меня Как у человека Прощающего с мира Еще проявляется Такая Мирская справедливость Да я сейчас Ему Бы как бы дал О Боже Дай мне власть Боже Разреши мне Я ему Устрою Помните А Апостола Который Пришел Который Пришел К Христу И говорит Разреши мне Как вы думаете Вот Вот мне интересно Как вы думаете Если бы он Повелел огню Сошел бы огонь На Самарянскую Или нет? А? Сошел бы Или нет? Сошел бы Я думаю Что да Я думаю Что процентов 90 Что бы Сошел Огонь Понимаете И А теперь Другой вопрос Скажите А прав был Петр Или не прав Именно со стороны Справедливости Прав или нет Прав Ну как Друзья Разве Петр За себя Ревновал Разве Петр Себя Выставлял Петр Отстаивал Христа Да Как это Учит Я уверен Друзья Что там был Прецедент Прецедент Понимаете Писание Это не описывает Но я уверен Что там был Прецедент Знаете Какой прецедент Скорее всего Христа Христа Из этого Селения Что Выгнали Выставили Скорее всего Его Обкричали Обузвали Поступили С ним Недостойно Недостойно Да Потому что Вы Увидели Что И Петра Трудно Усудить Потому что Мы попадаем Абсолютно В похожий Обстанал Когда ты Смотришь И думаешь Боже Ну почему Ну почему Господи Ну почему Такое Нечестие От людей Которые Должны Тебя Чтить И ты Абсолютно Не реагируешь Знаете Почему Потому что Я дал Ей время Что Покаяться Я дал Ей время Покаяться И Рано или поздно Друзья Суд Господень Придет Причем Суд Господень Приходит Тогда Когда он Должен Прийти Вовремя И так Дальше Нам Надо Эти вещи Понимать И Не кипятиться Задам Вам вопрос Пришел Или суд На Самарянское Селение Которое Не приняло Христа Или нет Вот Я не буду Отвечать Я не буду Отвечать А вы Себе Сами Ответьте Посмотрите В писании Там Есть Небольшой Намек В писании Пришел Ли суд На то Селение На Котором Вот Не приняли Христа Любой церкви Как и Человеку Отделено Время Покаяния Я думаю Эта мысль Очень Простая Вот Я Повергаю Ее На Одр Это Это уже Суд Надо Во-первых Друзья Когда вы Читаете Писание Вы Должны Видеть Параллели Скажите Какая Параллель Здесь Очень Интересная Здесь Вот В этом Стихе Выражение Двое Словие Великая Скорбь Такая Скорбь Которой Не было Что Выражение Великая Скорбь Друзья В писании Я могу Ошибиться Но 90% Может быть Все 100 Выражение Великая Скорбь Применяется В писании Какому Времени Последнему Времени Последнему И так Фиотирская Церковь Будет Жить В последние Дни Будет Будет И посмотрите Друзья Я не хочу Сейчас Передергивать Писание Это будет Мое толкование Я знаю Что некоторые Даже со мной Не согласятся Ваше право Но я вам Дам Так Как я Понимаю Я понимаю Друзья Что проблема Изавели Если она Не будет Решена В церквях То люди Которые Любодействовали С Изавелью Попадут Куда В великую Скорбь Все просто Все просто То есть Другими словами Вы знаете Наше Учение Мы не будем Его сейчас Повторять Вам Но Например Я лично Верю Что если Ты будешь Достаточно Нормальным Христианином Скажем так Если ты не попадешь Под определение Ты ни холоден Ни горяч То Бог Обещает Избавить Нас От скорби Тех дней Но будет Часть церкви Которая В эту скорбь Все равно Что Попадет Это как раз Те немудрые Девы Которые Попадут В скорбь Это как раз Те Которые Любодействовали Изавелью И не захотели Покаяться То есть Я здесь Вижу Намек На то Что внутри Вот Феативской Церкви Часть Бог намекает На то Что часть Людей Нормально А часть Людей Я оставлю На страдание Великой Скорби Писание Говорит Что Во первых Изавель Попадает На одр болезней Библия Говорит Что я поражу Изавель Чем Болезни Я хочу Друзья Чтобы вы Понимали Что Любое Лжеучение Оно По природе Своей Привлекательное И Привлекательное В лжеучении Именно Какая-то Такая Здравость Здоровость Давайте Обратим Внимание На то Как Харизматическое Лжеучение Началось Я говорю Прямо Я не боюсь На прямом Трансляции Говорить об этом Харизматики Когда появились В нашей Среде Это было Что-то Такое Здоровое Такое Знаете Такого мы не Видели Раньше Ну как Это Вот так Вот Просто И Изгонять И Исцелять И что-то Такое Делать И все Получается Да Все Получается Понимаете Друзья И оно Именно Вот Этой Своей Лжеучение Изавель Вот Этой Своей Стороной Оно Привлекает Вот Это Лжеучение Которое Входит И говорит Что-то Новое И на Первый Взгляд Здоровое Да Бог Друзья Завел И Завел Друзья Прошло Уже Несколько лет Десятков Лет Мы можем Спокойно Смотреть И Видеть Нездравость Заблуждение которые именуются харизматическим учением. Вот есть момент, когда Язавель обольщает и она всем нравится. Она такая праведная. Помните, мы давали перевод ее имени? Она такая хорошая. Это лжеучение. Потом Бог поражает это все. И для здравого человека оно встает на все на свои места. Он видит, что это болезнь. Это не что иное, как одр. Это болезнь. Там ничего нет у здравого. И от этого надо уходить. Удаляться. Отделяться. Позиционироваться. Окей? Смотрите, что дальше написано. А детей я ее порожу смертью. Что это значит? Друзья, все, что рождает Язавель, оно мертворожденное. Это мертвяки. Ничего здравого Язавель родить не может. Согласны со мной? Любое лжеучение, которое входит в церковь, друзья, оно рано или поздно проявит себя именно тем, что плоды этого лжеучения, они будут смертью. Поэтому, друзья, Писание говорит, что дается время и покаяться. Дается время людям прийти в сознание самому. После этого, друзья, Бог начинает действовать, вскрывать, показывать, открывать, и это болезненно происходит для церкви. Почему Бог это делает, друзья? Потому что цель этого наказания, чтобы все узнали, что Я есть испытывающий внутренность и сердца. То есть, любое лжеучение, оно создает такое по-золоту на всем. А Бог приходит и эту по-золоту что? Снимает. Снимает. Потому что важно, друзья, знаете, вы знаете, что многие нам пишут на нашей трансляции, и знаете, что, про какое качество нашего служения пишут самое большее? Попробуйте угадать. Что самое большее нравится людям? В нашем служении самое большее людям нравится простота. Простота. Что такое простота, друзья? Это внутренняя открытость. Это когда тебе нечего скрывать. Нечего скрывать. И даже недостатки, какие есть, мы их не скрываем, потому что они не постыдные недостатки. Это нечто, с чем мы боремся. И что? И даже мои недостатки порой прославляют Бога. Так или нет? Да? Ну, вот я сейчас начну вам петь, и вы увидите, какие у меня недостатки. Вот что Бог говорит. Бог говорит, если вы сами этого не сделаете, если вы сами не возвратитесь к простоте, не будете называть вещи своими именами, то я приду, и эти все вещи, что, скрою. И это будет болезненным, друзья. Не ждите, чтобы Бог начал нас скрывать. Вам же и прочим, находящимся в феотире, сейчас начнется у нас немножко сложные тексты, но мы, я думаю, справимся с ними. Вам же и прочим, находящимся в феотире, которые не держат всего учения, то есть были люди, которые не прикасались к учению из-за вели. Они невиновны были. В любой церкви, помните, мы с вами говорили о том, что не важно, как поступают вокруг тебя люди, важно, чтобы ты поступал по евангельской истине. Не важно, какая церковь, не важно, какие пастыря, ты поступай в этом мире, что правильно. Аминь. И там и Писание говорит, вам же и прочим, находящимся в феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубинных сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеешь, держи до конца. Давайте немножко разберемся, друзья, с глубинами сатанинскими. Во-первых, друзья, Писание прямо говорит, что внутри феотирской церкви, как, собственно говоря, внутри любой церкви, есть люди, которые знают глубины сатанинские, а есть люди, которые не знают глубин сатанинских. Давайте немножко, потому что слово глубины сатанинские, оно не имеет аналогов в евангельском тексте. Вы ничего похожего не найдете. То есть, это единственный раз употребляется это выражение в Евангелии, вот в таком словосочетании. Давайте попробуйте объяснить мне, как вы думаете, что такое глубины сатанинские и надо ли нам их знать. Я считаю, друзья, что самый большой успех дьявола, это когда он сможет войти в церковь и убедить церковь, что она служит Богу в то время, когда она будет служить ему. Чтобы привести вам в пример, друзья, возьмите в пример Самсона, который мелит, это Божий человек, поставленный на служение Богу, но все, что он делает, прибыль вся уходит идолу. Уходит идолу. Вот это, что такое глубины сатанинские? Глубины сатанинские это когда люди обмануты Язавелью, давайте будем держаться текста Ивановского, и они в своем служении сами даже не понимают, что они служат сатане. Сатане. И в глубинах сатанинских есть две противоположных разницы, как сказал брат Филипп, это когда Бог тебе открывает, ты способен видеть и исправлять другая же друзья сторона это очень страшная сторона, потому что есть люди, которые учат глубинам сатанинским. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, например, давайте уже будем держаться, давайте, любая, есть, есть то, что Бог называет нечистотой в церкви, да? Христианину неприлично делать, потому что это нечистота. И вдруг встает учитель или пастор и создает целое учение и в этом учении он эту нечистоту что делает? Оправдывает. Оправдывает. И неискушенные души, они, увлекаясь этим учением, начинают делать нечистоту, отпадают от Бога и попадают под влияние сатаны. И степ бай степ их уводят от Бога, и они будучи в церкви, будучи членами церкви, они перестают служить Богу и начинают служить иному. И то, что сказал брат Филипп и брат Юра, это все правильно. И Олег, или это эго, или это деньги, или это идолопоклонство, абсолютно не важно. Но человек, он уверен на 100% поговорите с этим человеком, он уверен, что он идет за Богом, мы ставим нужды за Него, а Дух Святой говорит о нем плохо. Три, четыре разных сосуда все говорят о нем плохо. Мы звоним и говорим, вот так и так открыл у тебя Дух Святой, он даже слушать не хочет, он даже слушать не хочет, он 100% уверен, что он идет за Богом. Вот что такое глубины сатанинские, понимаете, обольщение. Вот почему Давид молился так. Зри, что? Господи, зри. Он просил у Бога, он понимал, что при том всем, что он помазанник, что он любит Бога, что он имеет отношения, что в его жизни все нормально, при том всем он понимал, что есть моменты, когда ты можешь уйти с прямого пути. И он просит, он просит Господа, во-первых, ты посмотри, исследуй мою жизнь, во-вторых, если я уклонился, то ты меня что? возврати. Писание говорит, я не наложу на тебя этого, что времени. Друзья, в этих вещах разобраться трудно. И если, например, вот у нас был такой момент, была такая пророк Даша Винницкая, я так прекрасно помню этот момент, мы приехали как раз, мы тогда только-только начали молиться за и знание, и у нас что-то получалось тогда. И мы такие excited, мы же молодые, нам по 22 года. И мы такие, вау, мы везде, знаете, и мы приезжаем к Даши к пророку, приезжаем, и там сели с ней чай попить, и так дальше, помолиться, и мы начинаем ей рассказывать. Вот Сатана там вот кричал, а там того кидало, а там то, а она так говорит, братики, братики, не треба мне про того Сатану, не треба. Он, скажите, лучше что-то про благо дать, каже. И мне так запомнилось за то все, знаете, для нас это вот, вот то, вот то, не надо, давайте лучше помолимся. Вот это, друзья, не наложу на тебя, что? Времени. Не всем надо эти вещи знать и понимать. Не всем надо сражаться сегодня с Сатаною, не всем сегодня надо выходить на молиться за и знания, да, и это не значит, что ты не полноценный человек. Это ты нормальный человек, да. Лучше тебе эти вещи не знать. Если тебе уже Бог туда тыкнул, тогда, пожалуйста, действуй, двигайся, работай. Если нет, то Библия говорит, что? Держи, что имеешь. Я на тебя не наложу другого времени, смотрите, я не заставлю тебя учить то или то или то. Держи, что имеешь. Давайте разберемся, друзья, что мы имеем. Что мы имеем? Держи, что имеешь. Что ты имеешь сегодня? Слово Божье. Когда ты будешь держать Слово Божье и вера и залог Духа это все, друзья, у тебя останется. Как только ты выпустишь из своих рук Слово Божье, ты выпустишь все. Держи, что имеешь. Я верю, что Господь намекает держи Слово Божье, которое тебе верит. Держи его. Что означает Слово держи? Это уже другой вопрос, друзья. Это означает читай, это означает исследуй, это означает запоминай, это означает люби. Вот что означает держи, не выпусти его. Слово Божье должно струиться через всю твою жизнь, через твои мысли, твои уста, твои дела, везде Слово Божье. Держи, что имеешь, чтобы кто, дальше Писание говорит, чтобы кто не восхитил, не украл твоего венка. Твой венец. Хорошо? Все послания, друзья, построены в одной форме. Сначала Бог говорит о себе, потом Бог говорит о том, что хорошо, потом Господь говорит о том, что плохо в церкви, и в конце Бог говорит о наказании, а еще в самом конце Бог говорит о чем? О награде. Смотрите, награда Смиринской церкви. Я хочу, чтобы вы поняли, давайте суммируем Смиринскую церковь. Смиринская церковь это довольно неплохая церковь, в которой и любовь, и смирение, и вера, все это есть. Но в Смиринской церкви зародилось уже учение Елизавели. И дальше Бог говорит покайся. Если не покаешься, я... Феатирская, я сказал Смиринская, извините, Феатирская. Если не покаешься, я буду судить Елизавель и всех, кто последует за нею, но для тех, кто, друзья, покается и устоит, для них есть награда. Какая награда? Бог даст этим людям, что? Жезл. Давайте разбираться с Жезлом. Давайте разбираться с Жезлом. Что такое Жезл? Давайте вспомним, где Жезл первый раз в Писании описан. Ну, во-первых, он был у Моисея, ну, посох, говоря. Если говорить о Жезле, то первый раз Жезл описан у Аарона. Жезл Аарона описывается в связи с... как выразиться правильно? С выделением некоторой части людей, да? Так, наверное, будет правильно. С отделением, с поощрением, с... Это как приблизительно избранием, спасибо. С избранием определенной части людей. То есть, смотрите, вот есть народ Божий, и среди народа Божия люди, которых Бог любит, с которыми Бог имеет дело, с которых... с которых Бог благословляет, защищает. Но среди этой, этой всей группы людей Бог хочет избрать себе особенную группу. Для чего? Скажите, для чего? Чтобы дать им особенное служение. Правильно? Потому что Аарон был отделен Богом и его потомки для особенного служения Богу. и именно в этом был раздор среди израильтян. Пришли люди, тоже из того же колена, да, и сказали так, полно, что? Все святые. Полно, все святые. Мы тоже можем нести. Эта мысль присутствует всегда. Равноправие. Братство, мир, труд, май. Демократия. Да? Я тоже могу. Чем я хуже? Друзья, проблема в том, что избрание приходит не от человека. Но я, друзья, считаю, что образец израильского народа это образец правильный. Бог должен найти себе Моисея, Бог должен найти себе Аарона, Бог должен найти себе сыновей Аароновых, Бог должен поставить их и дать и верить им служение. Откуда вы будете знать, что им верено служение. Знаете откуда? В их руках будет жезл. Это будет не просто жезл, кусок палки. Каждый может себе вырезать жезл. Это будет нечто необычное. Этот жезл, во-первых, должен приносить цветы. Во-вторых, он должен приносить плоды. Да? То есть результаты избрания должны быть налицо. Если, друзья, сегодня, я говорю, меня избрал Бог и поставил пастырем в этой церкви, то я должен ответить за свои слова перед народом, чтобы народ видел, что я соответствую моими плодами и моими цветами моему избранию. Это касается, друзья, служения. Но я верю, что церковь Иисуса Христа она особенная, потому что среди церкви Господь избирает не только на пастырей. В фиатирской церкви она говорит, я дам тебе жезл. Очень плохо, что я не могу высветить эти слайды, потому что я взял параллель с другого места Священного Писания, которое показывает жезл на одном из апостолов. Читаем этот текст, смотрите. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого Волхва, лжепророка, иудеянина, христианин, да, ну, иудеянин, именем Вария Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призвал Варнаву и Савла пожелал услышать Слово Божье. А Елима Волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить про консула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремил на него взор, достал из чехла жезл и сказал, я добавляю до Ивановского текста, да, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господня, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, он его навсегда ослепил, обратите внимание, я хочу, понимаете, друзья, понимаете, почему Бог не дает нам жезл сейчас, Павлик смеется, половину церкви будет слепыми ходить, если кому-то из нас только попробуй что-то скажи, смотри у меня, у меня жезл есть, понимаете, друзья, это особенное состояние, когда на самом деле Бог дает право и власть в твои уста, и ты имеешь право и власть, почему я сказал, что кому-то из братьев было показано что жезл он не дан был жезл, а жезл лежал возле него, Бог, наверное, думает, давать ему или не давать, потому что жезл это некая духовная власть, и ты можешь связывать вещи, которые реально становятся вот здесь прямо и сейчас, понимаете, он не игрался в себя, можно было, знаете, что бы мы делали с этим Варисусом, спорили бы с ним, доказали бы, говорили, да покарали тебя Господь, еще что-то, да, человеку, который жезл, он берет просто раз и связался, бац и все, вы же видите, какое там было действие, когда это все произошло, ну сложно было Сергию не уверовать, практически невозможно, ну кто бы на месте Сергия не уверовал бы, кто бы на месте Сергия остался бы с этим Варисусом, да никто, потому что, когда было действие жезла в Израиле, то все увидели и авторитет Аарона, он был после этого случая незыблемый, понимаете, друзья, это касается всего, есть, давайте так выражусь, друзья, есть жезл, есть жезл, а есть у кого-то жезлик, поняли или нет, смотрите, я объясню, что я имею ввиду, вот есть папа в семье, вот есть папа в семье, и папа может устраивать свой авторитет в семье на основании того, что он папа, да, я могу прийти в дом, грохнуть по столу кулаком и сказать, пока не сделайте меня счастливым, из дома не выйдете, я папа в доме, все, и не выпущу никого, машины, ключи, все сюда, пока меня не сделают, я папа в доме, я имею право так сделать или нет, мала сидит возле Жени, поэтому, я не знаю, чего намотает головой, а я могу, друзья, утверждать свой авторитет в доме на основании жезла, понимаете, когда Бог будет за мною, и мой авторитет в семье будет утверждаться Богом, и Бог будет моим домашним показывать, что я прав, что, где папа сказал, не послушалась дочь, не послушался сын, а папа пошел к Богу, и Господь вступился, и показал жезл, то уже этого жезла начинают тогда, и дети боятся его жать, и вот это, друзья, в семье сегодня не хватает, в семьях, как я говорю, это не жезл, это такой жезлик семейный, но вот вам пример, будьте верными, не идите вслед за Изавелью, забыл, как ее имя, и Бог вам даст, может быть, небольшой жезл, может, вы не будете его вслеплять, как Павел, но Бог даст вам небольшой жезл, мы должны стремиться к тому, чтобы Господь дал нам право, дал нам право иметь в нашей жизни жезл, чтобы мы были отделенные в некоторых вопросах, задали, задают нам часто вопрос, смотрите, я вам его задам, должен ли, может ли христианин болеть коронавирусом или нет? Мы все сейчас говорим, конечно может, потому что почти все коронавирусом переболели, а в начале пандемии, в начале пандемии у меня сестра она написала, наши братья проповедовали, что верующий болеть коронавирусом не должен, а потом, говорит, все заболели, все братья заболели, и тогда, когда переболели, то встали и начали проповедовать, что Бог испытал нас в коронавирусах, понимаете, друзья, тут не стыдно временами признаться, что все-таки жезл нам в этой ситуации, что? не достался, ну не достался нам жезл, ну что делать? Но это не значит, что мы должны перестать стремиться к этому жезлу, аминь? это не значит, мы должны дальше молиться, потому что после коронавируса придет мороновирус, сморонавирус, еще какой-то там, я не знаю, вирус, и если ты прошел коронавирус неправильно, то задай себе вопрос, где неправильно, сделай выводы, покайся, делай правильно, и в следующий раз жезл будет принадлежат тебе, и все будут наказаны, а тебя Бог жезлом что? Отделит, отделит, аминь? Вот так, друзья, вот такая ситуация, это касается, это касается всех, как бы, оттенков нашего служения и нашей жизни, это касается твоей работы, да, хотя Смирская церковь, там очень серьезно, там написано, что этот жезл, который дает Бог, этим жезлом, ты имеешь право сокрушать что? Язычников, как сосуды глиняные, понимаете, что это такое или нет? Друзья, есть моменты, когда мы на самом деле перехлестываемся с язычниками, вот проверьте себя, когда язычники противятся имени Божьему, когда язычники делают зло, когда много каких вещей происходит, и на самом деле, конечно разные периоды в церкви Христовой бывают, но давайте возьмем предание или историю апостола Иоанна, помните, да? Предание говорит, я не знаю, сколько это правда, и Иоанновский текст об этом умалчает, предание основывается именно на тех словах, которые Христос сказал Иоанну, что, вернее Петру, что тебе до того, что я хочу, чтобы он прибыл, когда я приду, из этого предания выводит толкование, что апостол Иоанн единственный апостол, который не умрет, не умрет. Так вот, предание говорит, что апостола Иоанна умерщвляли семя различными способами, его там и бросали в кипящий котел, и сжигали, и еще только с ним не делали, и остров Патмос, это было, по-моему, во время Диоклетиана, я, извините, я не подготовился сейчас, я по памяти говорю, не все можно удержать в голове, по-моему, это было во время Диоклетиана, хотя, может, я и ошибаюсь, да, и что ссылка его на остров Патмос была именно потому, что его просто-напросто не могли убить, его убивали, убивали, убить не могли, но дослали его подальше на остров Патмос, да, то вот вам, друзья, жезл, которым язычников можно что? сокрушать. Вся их крепость, как щепки разлетаются, если Бог на твоей стороне. Временами Бог допускает верующему страдать, а временами Бог встает за верующего, как львица за своих львенят, и дает тебе право, не то, что Бог, он дает тебе право взять в руки жезл и неверующих, что поразить, сокрушить. Хорошо, друзья, у нас остался один стих из Феотирской церкви на следующий раз, если Бог позволит нам, мы с вами разберем следующий период церкви. Следующая церковь у нас будет Сардийская церковь, а последний стих звучит так. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, видите, как сосуды и глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от Отца, так и я дам власть. Мы, друзья, временами готовимся к страданиям, как верующие, и это правильно, Бог временами допускает нам страдать, но мы также имеем право, друзья, у Господа просить защиты. Мы имеем право говорить, язычники не должны господствовать. Если Бог позволит нам пострадать, пострадаем, но просите у Господа защиты, потому что мы дети Божьи, и если мы правы, мы имеем право, чтобы Бог за нас вступился. Аминь? Аминь. И дам ему звезду утреннюю. Звезду утреннюю. Давайте на утренней звезде остановимся. Давайте, это будет уже конец нашего рассуждения, давайте быстренько попробуем понять, о чем идет речь утренняя звезда. Скажите, друзья, как вы думаете, дам ему звезду утреннюю, о чем это идет речь? Хорошо. Значит, в Писании есть две звезды. Две звезды. Одна звезда это наш Господь Иисус Христос, А другая звезда утренняя Люцифер. Знаете такую звезду или нет? Люцифер переводится на наш язык как звезда утренняя. По-русски он звучит как Деница. Утренняя звезда. Сын Зари Деница. Люцифер. Ну, понятно, друзья, что награда в виде Люцифера это не награда. Да? Значит, варианта я вам дам два варианта и мой вариант будет второй. Я предпочитаю второй вариант. Первый вариант, что Христос здесь подразумевает себя. Что Он говорит, что я дам себя тебе или ты будешь подобен мне как звезда как звезды на небосходе воссияют праведники и так дальше. Мне нравится, друзья, другой вопрос. Потому что Люцифер звезда утренней ранее это была личность, которая, во-первых, из-за этого она и упала, была, так все верят, самая близко к Богу. Так или нет? Люцифер по преданию, по тому, как мы видим, как он описан в Исаеве, в Эзекииле, есть некоторые намеки, он описывается как тот, кто был очень-очень близко с Богом. Он, говорят, что он ходил по стопам Господним, он был в Эдеме в Сыду Божьем, там и так дальше, эти все места, вы знаете, так дальше. Я хочу сказать, друзья, то, что Люцифер мне лично намекает на некоторое несовершенство, которое было в свое время на небе. Давайте выразимся так. То есть, он был красивый, он был сияющий, он был прекрасный, но в то же самое время в нем нашлось беззаконие. Я думаю, друзья, что здесь буквально Христос говорит так, когда ты придешь на небо, то уже ты никогда из звезды не превратишься в отступника. Ты всегда будешь близко со мною, ты всегда будешь знать меня и ничего запретного на небе для нас уже что не будет. Вот это мое такое понимание этого места, друзья. Если перевести его на наш язык, на наше время, знаете, что для меня является как бы вещью, к которой я стремлюсь. Чтобы я хотел бы. Знаете, какая моя мечта? Я не знаю, я ее сейчас озвучу, а вы мне скажете, хотели бы вы тоже так же, как я или нет. Я бы хотел бы, друзья, чтобы Господь когда-нибудь пришел ко мне и попил со мной чаю. чтобы я мог вот так сесть и просто с ним, вот так, как я с Юрой, да, чтобы я его не боялся, чтобы у меня не трусились колени, как у Даниила, когда он Бога увидел, чтобы я не падал, как Иоанн Апостол, когда он его увидел, чтобы я его, чтобы я мог с ним вот так сесть и попить чаю, и задать ему кое-какие вопросы, получить кое-какие ответы. Вот, друзья, что для меня на земле, на земле. Вот, что для меня звезда утренняя и ранняя. Поняли? Чтобы я был близко с ним хоть какое-то время, вот в такой, вот это моя мечта. А тогда, знаете, можно уже и умирать. Вот это, что такое звезда утренняя и ранняя, друзья, для меня, это значит, что ничего не будет запретного. Ничего не будет такого, знаете, я сейчас бы не решился стать пред Господом. Знаете, мы бывает, как Иов, начинаем кричать, вот пейте, дай мне защититься, я тебе что-то скажу. Вы видите, как Бог начал говорить к Иову? К Иову, вы должны понимать, там не просто слова к Иову, там было духовное действие. И когда Бог закончил говорить с Иовом, что Иов сказал? Я говорю, отрекаюсь, что уже сказал. И меня, Господь, прости, погорячился и говорит в прах и в пепле, что раскаиваюсь. Понимаете? Почему? Потому что это Бог. Вот. И для того, чтобы не было ничего такого запретного, друзья, не будет уже никакой звезды утренней и ранней, которая бы меня разделяла со Христом. А будет, друзья, чистое, красивое, наполненное смыслом общения. Ну, может, мне сложно передать смысл того, что я чувствую, но я думаю, вы уловили. Хорошо, мы с вами закончили, друзья, феотирскую. Если у вас есть вопросы, задайте. Субтитры подогнал «Симон»